добрый день дорогие друзья приветствую всех на канале smart from china сегодня у нас обзор ультрабюджетного аппарата от компании kubot модель ноут с сразу скажу что аппарат мне понравился но обо всем по порядку вот и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Снизу у нас тоже ничего нету Микрофон находится вот тут Он один Микрофона шумоподавления К сожалению, нет На фронтальной части находится HD-экран Как я уже сказал, хорошего качества Кнопки домой, назад и последние запущенные Без подсветки Сверху датчики подключения освещения Камера на 5 Мп Подключение производителя Разговорный динамик Диода уведомлений, к сожалению, нету Включаем аппарат Вот нас встречает тот самый экран Который я вам уже похвалил У него просто безумный какой-то запас яркости Это просто отлично Поскольку на ярком солнце Будете иметь всегда читабельную картинку Он выполнен по технологии ОГС Как я уже сказал, воздушной прослойки он не имеет Что дает ему очень хорошие углы обзора И качественную, яркую, сочную картинку Характеристики аппараты довольно стандартные Для ультрабюджетного устройства Управляется он у нас процессором 6580 от Mediatek Графический Mali 400 Что, в принципе, уже как бы древность По нынешним временам Но, скажу вам, аппарат держится достойно Тот самый Z-дисплей Камера, обозначенная как 8 еще раз Аппарат имеет у нас 2 гигабайта оперативной памяти И 16 на борту Вот еще один очень классный момент Мультитач в этом аппарате На целых 5 касаний То есть для ультрабюджетников Это, в общем-то, не часто встречающее явление Обычно это 2 И хорошо, если они работают во всех плоскостях А здесь полноценных 5, что, в общем-то, просто отлично Wi-Fi у нас 1 диапазонный Датчиков минимум Освещение и приближение И акселерометр Больше ничего нет По производительным устройствам В тесте Antutu аппарат набирает 24530 баллов У меня такой результат Совсем немного по 3D Остальные, в принципе, параметры достойные То есть для работы Повседневной задачи вам хватит Но, однако, несмотря на низкие показатели 3D В игры вы вполне сможете поиграть на средних и низких настройках И этот аппарат, я вам скажу Будет смотреться даже выигрышней Чем многие решения На 6737 Поскольку графический процессор Малич 3D не поддерживает OpenGL ES3 и выше А поддерживает только вторую версию Но за счет этого у него Будет чуть меньше красот Зато будет игровая производительность получше Вот можете видеть 47,1 кадра в секунду На High Quality Это максимально, что можно на этом Графическом ускорителе получить В общем-то, нормальная будет производительность На средних и низких настройках И все игры сможете запустить и поиграть Производительность в обычных задачах Тоже вполне достойная Поскольку здесь установлен голый Android Никаких проблем нету с отображением Со скоростью работы 2 ГБ оперативной памяти на этом голом Android Вроде дают нам нормальную многозадачность В общем-то, все хорошо с производительностью Повседневного аппарата Переходим к вопросу батареи По утверждению производителя В аппарате установлена батарея Емкостью 4200 мАч Но по факту это несколько не так Точно так же, как и на кубот-динозавр Данные немножко завышенные По факту 3885, где-то 3900 мАч В этой батарее есть В принципе, это тоже очень достойный результат И давайте посмотрим, насколько нам хватает В типичных задачах батареи Скажем, игровая производительность 50% яркости, 50% громкости Аппарат продержался 7 часов 25 минут Отличный результат Разряд батареи ровный В конце есть небольшой спад Но он не очень критичный Дальше воспроизведение видео HD, offline, MX Player Аппаратное декодирование 50% яркости, 50% громкости Аппарат продержался 10 часов 54 минуты Я считаю, очень хороший результат Разряд также относительно приемлемый Чуть-чуть вот какие-то волны амурские здесь были Но, однако, резких провалов никаких тоже нету И последний замер Это онлайн-производительность YouTube, ролик, качество разрешения Аппарат продержался 7 часов 47 минут Значительно меньше, чем в оффлайн-режиме Но что имеем, то имеем Далее переходим к тестированию интерфейсов Wi-Fi, как я уже сказал, один диапазон Качество его достойное Как обычно, рядом с роутером Одна стена от роутера, две стены от роутера Самое глухое место в квартире Сигнал остается довольно-таки приемлемым И вот этот вот скриншот сделан с парковки Чуть-чуть ниже 70, но все же Пользоваться Wi-Fi еще можно Навигация в аппарате представлена Одной системой GPS, только лишь Она работает, работает и вменяемо Но звезд с неба не хватает Использование в качестве навигатора никаких проблем не выявило Все хорошо, пользоваться его можно Учитывая особенно большую батарею и яркий экран В машине очень критичны блики бывают В этом режиме аппарат вам не доставит никаких проблем Качество связи Аппарат может работать в сетях до 3G включительно 4G в нем нету, но не во всех регионах есть 4G и не всем оно нужно Тем более, надо сказать, что это 3G, если хорошо работает Его тоже вполне хватает Так, замер вот у нас Едет негабито-секундополучение 3.88 передача Стандартный результат для 3G Это вот, кстати, Wi-Fi С того самого места глухого на парковке Результат, конечно, невысокий Скорость упала, но тем не менее, видите, цепляет еще Ну и работа Wi-Fi в обычном режиме дома Тоже скорость отличная Никаких проблем не возникает О качестве голосовых вызовов Вот тут аппарат приятно порадовал Порадовал тем, что у него очень хорошее качество микрофона И динамика разговорного для бюджетного устройства Громкости хватает с запасом Микрофон тоже вполне меняемый Собеседнику вас слышно хорошо Давайте глянем настройки аппарата бегло Базирует смартфон на 6-й версии Android Есть обновление по U, правда, никакого обновления не прилетало Ну и бегло по настройкам Wi-Fi, как я уже сказал, один диапазон Только 2,4 ГГц Bluetooth имеется Имеется функция Hot Note без правной передачи данных Mediatek Домашний экран У меня поставлен ланчер Holo Ланчер 3 головы Android присутствует В дисплее есть Miravision регулировка тонкого экрана Адаптивная регулировка яркости с учетом датчика освещения Звуки уведомления Если помните, кто смотрел распаковку Там какие-то непонятки у меня возникли с динамиком Поэтому динамики я решил поменять Поставил от Nokia 5300, кажется И, в общем-то, звук стал приемлемым Но, что интересно, принесли мне на ремонт тут один аппарат На нем тоже нужно было заменить динамик У меня никакого не оказалось И я поставил куботовский динамик туда Потому что он подошел по размерам И вы знаете, там он нормально работал Поэтому я склонен полагать, что проблемы со звуком у аппарата Были исключительно в посадке самого динамика То есть где-то что-то задевало, дребезжало После того, как я просто поменял динамик Все стало нормально Вы сами слышите Громкость хорошая В общем, в порядке Сейчас мы еще послушаем, когда будем смотреть мультимедиа динамик Так, приложение понятно Память USB накопителя Встроенной памяти у нас 11.44 1.52 занято Аппарат, кстати, имеет возможность В распаковке я не провел возможность Подключение флешек и различной периферии по OTG То есть это еще один плюс Копилку этого ультрабюджетника Он поддерживает это Батарея Есть уображение заряда в процентах Различная информация Оперативной памяти 2 ГБ На данный момент использован один Свободный тоже один Смарт-вейк Различные смарт-жесты Хорошо нам знакомые В том числе и дабл-тап Я обычно пользуюсь всего этого только дабл-тапом В общем-то работает Нареканий никаких не вызывает Пользуюсь местоположением безопасность Все остальное стандартно для андроида Переходим к мультимедиа Аппарат способен распространять видеофайлы до Full HD Давайте послушаем, как у него Теперь звучит динамик Благодаря яркому экрану Картинка классная, сочная Проблем с воспроизведением видео никаких В общем, все крутится хорошо И выглядит отлично Касательно звука в наушниках Никаких сюрпризов аппарат не преподнес Звук очень простой Традиционный для недорогих чипсетов от Mediatek Также присутствует у нас FM-радио Которые, естественно, работают с наушниками Многим будет полезно Ну и последний, друзья, момент Это камера Камера в аппарате все-таки Я склонен считать, что это 5 мегапикселей Но 5 мегапикселей честных И они, откровенно говоря, радуют тем, что они честные Детализация хоть и не сильно высокая Но зато очень корректный экспозамер Хорошо работает вспышка Скажем, сфотить какой-то документик Вообще проблем никаких не составит Что, опять же, для повседневного использования Очень важно Единственное, вот макро со вспышкой Есть некоторые пересветы То есть как-то не очень корректно На макро работает вспышка На улице довольно приемлемые фото Получаются по детализации Но, конечно, масштабировать сильно их нельзя Вблизи хорошо Ну, посмотрите, прикрепленные Цветопередача экспозамер очень хороший Детализация Ну, на 5 мегапикселей детализация Очень порадовала макро Посмотрите Прям текстуру металла видно Не на всех более дорогих камерах Так отрабатываются макро Ну и еще раз Мелкий текст Цветопередача тоже хорошая Да, видно, что детализация, конечно, на 5 мегапикселей И не больше Но, тем не менее Хорошо работает вспышка в полной темноте Свои 5 мегапикселей И один светодиод отрабатывают Я считаю на все 100 Масштабировать сильно это фото, конечно, не рекомендуется В общем, достойно очень Работает вспышка в темноте Фронталка тоже приятно порадовала Детализация довольно приличная Обратите внимание Фон достаточно детализирован на заднем плане Единственное, пожалуй, что этой камере не под силу Это съемка пейзажей Поскольку на больших дистанциях Детализация падает просто критично В общем, все это дело размазывается Если вот здесь еще кирпичики более-менее На этой дистанции То тут уже ни о каких деталях говорить не приходится Все сливается Ну что же Бюджетное устройство есть бюджетное устройство Вот опять же вблизи, посмотрите Кирпичики нормально А на дальняк уже, короче, не хватает Ни разрешающей способности матрицы Ни, в общем-то, простенькой совершенно оптики Ну и видео Видео хоть и снимает аппарат Full HD Не буду сейчас показывать Посмотреть в конце Она такого среднего качества Поскольку, как я уже сказал, оптика очень слабая На небольших дистанциях она еще будет более-менее вменяемая А если что-то будете снимать на дальняк Там будет, в общем-то, все это дело сильно размазываться Ну что, друзья Хоть устройство, которое мы сегодня рассмотрели И бюджетное Но я еще раз повторюсь Мне очень понравилось Давайте по плюсам и минусам пробежимся Значит, плюсы Первый, самый главный плюс Это экран Ну, друзья, ответьте на вопрос Что мы видим в первую очередь Когда включаем смартфон? Ну, конечно же, экран Экран у этого аппарата Выполненный по технологии ОГС Что для устройства стоимостью 75 долларов Не сильно часто встречающееся явление Яркость у него отличная Запас огромный Плюс, несомненно Второй немаловажный плюс Это батарея Хоть производитель немножечко и приврал С ее честной емкостью Но, тем не менее На полтора-два дня работы Этого аппарата вам хватит А если использовать, так сказать, по полной То день, думаю, гарантированно еще будет запас Из минусов Вот хочу отметить, пожалуй, динамик Который пришлось мне поменять Но, как выяснилось по факту Дело было не в динамике А в его конкретной установке То есть в проклейке Поскольку в другом устройстве Этот динамик заработал нормально Камера, да Можно было, конечно, поставить камеру И получше Чуть-чуть добавить Хотя бы 8 мегапикселей Но, как говорится Что имеем, то имеем На каждый день пойдет Смотрите, какой-то документик Или уж очень важный момент Если другой камеры под руками нет В принципе, получится у нее Также порадовало качество связи Качество разговора на динамику микрофона Никаких проблем абсолютно В процессе пользования аппаратом Как, собственно, телефоном Не возникло Ну что ж, друзья Несмотря на то, что устройство бюджетное Оно мне понравилось Я могу смело рекомендовать его к покупке Потому что свои 75-76 долларов Оно стоит Это с учетом кэшбэка и различных купонов Очень неплохой вариант Ну и, естественно, для тех Кому не критично наличие 4G в аппарате Ну что ж, друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Кому понравилось Ставьте лайки Делитесь этим видео в соцсетях Оставляйте комментарии И до новых встреч Пока Качество записи смартфона Кубот Note S Разрешение Full HD Фокусировка по тапу Звук моно Проверяем также качество записи звука Экспозиция Автоматическая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok